Итак, вы собрались покупать БУ макбук. Это абсолютно нормально, потому что новинки стоят просто огромных денег, а модели предыдущих лет по-хорошему ничем не хуже, а стоят заметно дешевле. Например, если мы зайдем на авито и вобьем макбук и сделаем фильтр от 20 тысяч рублей, то только в Санкт-Петербурге будет более тысячи объявлений с БУ макбуками, а в Москве так вообще четыре с половиной тысячи объявлений. В таком разнообразии достаточно легко попасться на недобросовестных продавцов, либо просто по незнанию купить не самый качественный мак, а потом разбираться с его проблемами, которые вы не обнаружили при проверке. Поэтому сейчас я расскажу от начала и до конца, что нужно делать, чтобы купить качественный БУ макбук по справедливой цене. Причем видео будет полезно не только потенциальным покупателям, но и продавцам, чтобы вы знали, на что обращать внимание при продаже макбука. Первое, с чего мы начнем — это подготовка к покупке макбука. В принципе, если вы уже заранее знаете, какая модель вам нужна и для чего, то можете пропускать данный момент и переходить к следующему тайм-коду. Но если единственное, что вы знаете, это только то, что вам нужен макбук, то давайте сначала определимся, какую модель макбука вам, прежде всего, нужно выбрать. Первое, нужно определиться, от какого года выпуска стоит брать макбук. Понятное дело, существует зависимость, чем старше модель, тем она будет дешевле стоит, но, возможно, не стоит прям так сильно экономить и стоит немножко переплатить за более актуальную модель. Здесь очень легко определиться, если мы зайдем на страницу поддержки macOS. Так вот, на момент записи этого видео самые старые макбуки с поддержкой macOS начинаются от 2012 года. Соответственно, нужно брать минимум от 2014 года, чтобы был запас по времени. Второй момент — нужно определиться, для каких целей вы покупаете себе макбук. Например, если вы занимаетесь SMM и просто обработкой фотографий — это один сценарий, а если вы уже создаете видео и графику — это абсолютно другой сценарий. Здесь достаточно сложно дать какие-то конкретные рекомендации, вам нужно посмотреть, на что ориентируется софт, на котором вы будете работать. Например, он ориентируется только на процессор, либо ему нужен и процессор, и видеокарта — это самый главный момент. Например, если вы вычитали, что для комфортной работы в вашей программе нужна хорошая видеокарта, то вам следует обратить внимание на модели макбук 15 дюймов и 16 дюймов, потому что там есть дискретная видеокарта, то есть выделенная от процессора. Если вы понимаете либо вычислили на форумах, что для вашего софта не супер обязательна видеокарта, то это, конечно же, не значит, что нужно сразу отбрасывать модели 15 и 16 дюймов, нет, они наоборот самые классные и производительные, но это значит, что можно уже брать в расчет модели такие как MacBook Pro 13, MacBook Air либо MacBook 12. В этих моделях также есть видеокарта, но она уже интегрирована в сам процессор. Такое решение менее производительное, нежели процессор и отдельная дискретная видеокарта. Тем не менее, они совсем бесполезны. Например, у меня MacBook Pro 13, я занимаюсь видео и создаю ролики вплоть до 2 часов в 4К и ноутбук спокойно тянет. Но если в работе вашего софта видеокарта важна, то, конечно же, смотрите на модели 15 и 16 дюймов. А если вы смотрите это видео, предположим, в 2024 году и далее, когда уже появились макбуки с собственными процессорами от Apple, то в принципе вам должно быть все равно, какую модель брать, потому что там системы на чипе нет зависимости от отдельной видеокарты и они достаточно производительные в любом случае. И третий момент, на что бы я рекомендовал обращать внимание при выборе БУ макбуков. Смотрите, чтобы там было минимум 8 гигабайт оперативной памяти, желательно, чтобы там был SSD диск, а не HDD. И я бы все-таки рекомендовал брать модели с Retina дисплеем, нежели чем без него. Например, если вы зайдете на Яндекс.Маркет и вобьете MacBook Air, то увидите, что некоторые модельки будут просто называться MacBook Air и год выпуска, а некоторые будут MacBook Air и дисплей Retina, так вот, я бы рекомендовал обращать внимание прежде всего на эти модели. Вы отобрали нужную вам модель Макбука, либо сразу несколько, что даже лучше, и теперь вам нужно найти хорошие качественные объявления на Авито, либо на Юле. Здесь на самом деле также существует очень много нюансов, чтобы найти хорошие объявления и отсечь все некачественные, и я про это уже делал отдельное полноценное видео, которое сейчас высказывает в правом верхнем углу, также ссылочку на него я оставлю в описании. Посмотрите это видео, как правильно купить Буу MacBook, и когда уже начнете отбирать объявления, посмотрите то видео, чтобы не попасться на мошенников. И вот теперь, когда вы уже договорились о встрече с продавцом, я расскажу, что нужно будет делать на самой встрече, чтобы понять, не пытаются ли вам парить какую-то дичь, либо даже моделька хорошая, но у нее могут быть некоторые недостатки, и вы тем самым можете сбить себе немного цену и сэкономить еще больше. Первое, и по-хорошему это нужно делать еще на этапе отбора объявлений, но всякое бывает, можете пропустить. Первым делом убедитесь, что в комплекте с MacBook идет оригинальный адаптер питания. Если вы видите, что адаптер питания не оригинальный, то фиг его знает, как это отобразилось на батарее. Например, такой вот оригинальный адаптер питания на 61 Вт в официальном магазине стоит 6000 рублей. И как я уже сказал, если вы видите, что адаптер питания не оригинальный, либо какая-то другая модель, либо еще хуже адаптер питания совсем нет, то просто уходите и даже не связывайтесь с этим продавцом. Ну окей, если с адаптером питания все хорошо, то переходим к внешнему виду, и прежде всего нужно обратить внимание на винты. Они должны быть в идеальном состоянии, вообще без каких-либо срезов, иначе палится, что его разбирали для чего-то. И если продавец упоминал, что в MacBook меняли батарею, то это окей, но если он про это вообще ни слова не сказал, что вы обнаружили, что с винтами что-то не так, то это уже первый звоночек, что от вас пытаются что-то скрыть. Далее, посмотрите, нет ли каких-то вздутостей на задней стороне или ровно ли вообще лежит MacBook на поверхности. Если с этим что-то не так, то это признак того, что батарея начинает вздуваться. И конечно же, обратите внимание на углы, если есть какие-то вмятости, то по ним можно понять, падал MacBook или нет. При ударах может пострадать материнская плата и прочие внутренние детали. И если вы проигнорируете этот момент, потом купите себе MacBook, приходите домой, попользуетесь недельку-две, потом хопс, он у вас вырубается, и вы такие Оноу! А все почему? Потому что предыдущий владелец не носил при транспортировке чехлы Оноу. Оноу — это чехлы ручной работы, выполненные из натурального корейского фетра под разные модели MacBook. Главное отличие корейского фетра от материала, который используют в чехлах на Алиэкспресс, это то, что он намного плотнее, не растягивается и не скатывается, а также на ощупь он больше напоминает кожу, а не замшу. К тому же корейский фетр можно стирать под водой, если он у вас по какой-то причине испачкался. Есть как горизонтальные, так и вертикальные чехлы, а также модели с дополнительной крышкой. Можно найти чехол под любую модель MacBook, а также на выбор есть и 8 различных цветов, от строгого черного до дымчато-розового и зеленого. Помимо всего прочего в чехлах Оноу есть дополнительный кармашек, куда можно убрать зарядку, а сам чехол также отлично подходит в роли коврика для мышки, работать реально очень комфортно. Ссылка на сайт с чехлами Оноу будет в описании, также там есть подарочные сертификаты, если вы не уверены, какой чехол стоит подарить. Ну, а мы продолжаем. Итак, следующее, что нужно проверить, это порты. Если вы покупаете Buo MacBook от 2016 года, то вам достаточно будет одной USB Type-C флешки, потому что там есть только USB Type-C. А вот если вы покупаете модель MacBook до 2016 года, то не забудьте с собой взять классическую флешку типа Type-A, если вы используете фотоаппарат при работе, то не забудьте взять SD-карточку и, конечно же, возьмите с собой проводные наушники, это вообще без разницы, во всех MacBook есть 3,5 мм Jack. Следующее, не забудьте проверить модули Wi-Fi и Bluetooth. Для Bluetooth достаточно будет просто, что он видит другие устройства, это вполне нормально, а вот для Wi-Fi лучше, конечно же, подсоединитесь к местной Wi-Fi сети, если вы сидите в кафе, либо создайте режим модема на вашем смартфоне и также не к нему подключитесь и зайдите на некоторые сайты, проверьте, работает ли все корректно. Следующее, это клавиатура и трекпад, зайдите в любой текстовый редактор и обязательно пройдитесь по всем клавишам, которые только есть на MacBook. Следует нажимать на каждую клавишу не один раз, а хотя бы два-три раза, обратите внимание, чтобы каждая клавиша реагировала на нажатие и также, чтобы не было залипаний, то есть когда вы нажимаете один раз, а в символ при этом вводится два-три раза. И если вы покупаете Buu MacBook от 2016 до 2019-2020 годов выпуска, то особое внимание обратите на клавиатуру, потому что там используется клавиатура типа бабочки и она особенно подвержена всевозможным проблемам. Также проверьте трекпад, чтобы он на всей поверхности нажимался с одинаковыми усилиями, если в каком-то месте нажимается труднее, чем других, либо чувствуется некое сопротивление, это признак того, что батарея начинает сдуваться и ноутбук старается поскорее сбыть. Следующее, не забудьте проверить камеру, микрофон и динамики. Что для этого нужно сделать? Найдите программу, которая называется QuickTime Player, активируйте ее, ничего не появится, это абсолютно нормально, далее идете в строку меню, в файл и новая видеозапись. Соответственно, сделайте небольшую видеозапись и уже при воспреждении поймете, корректно ли работает камера и микрофон, а также хорошо ли работают сами динамики. Что нужно сделать далее? Идите в строку меню и нажмите на яблочко, далее об этом МАК, отчет о системе и проверьте все те характеристики, которые вам заявил продавец изначально. Конечно же может быть такой обман, что заявляют одни характеристики, а по факту они другие, например, меньше оперативки, нежели чем заявлялось, и неопытных пользователей будет легко развести. Но бывают хитрые продавцы, которые на системном уровне меняют характеристики, хотя по факту они не соответствуют тем, которые есть в самом ноутбуке. И дальше мы это проверим уже на стресс-тестах, соответствует ли производительность той, которая должна быть по факту. Далее мы будем проводить специальные тесты и бенчмарки с помощью специальных программ. Не бойтесь, это не займет слишком много времени, нужно для того, чтобы избавиться от потенциальных проблем в будущем с железом. Тем не менее, к этому также нужно подготовиться. В описании под видео я оставлю ссылки на все нужные программы. Скачайте их заранее на флешку и потом, когда будете проверять в макбук, просто вставьте в него флешку и начните активировать программы, их вообще не нужно никак устанавливать. Для начала включите программу Max Fan Control — эта программа позволяет нам следить за тем, насколько сильно греется ноутбук. Для удобства, чтобы не держать ее все время открытой, перейдите в «Настройки», далее идете в строку «Меню» сенсор и выберите CPU PECI, а далее внимательно наблюдайте за температурой, и при обычной эксплуатации она должна быть где-то 40-60 градусов по Цельсию, и когда мы будем проводить всевозможные стресс-тесты, она может подниматься до 70-80 градусов, но если она поднимается до 100 градусов и больше, это вот уже очень плохо значит, что существуют какие-то проблемы с перегревом. Далее откройте программу, которая называется Geekbench 5, опять, с помощью нее мы сможем понять производительность ноутбука. Сам тест занимает немного времени, и вы получите по результату баллы в одноядерном и многоядерном режимах. После этого нужно будет перейти на сайт Geekbench, ссылка, естественно, будет в описании под видео, и там база всевозможных тестов. Рекомендую через поиск в браузер найти нужную вам модель, их может быть одновременно несколько из одного года, но с разными процессорами, и так вот вы можете посмотреть на результаты в одноядерном и в многоядерных режимах. Естественно, может быть небольшая погрешность, но если результаты, которые вы получили, намного меньше, нежели чем, которые есть в базе тестов Geekbench, а вы как раз таки покупаете ноутбук с крутой начинкой, то это значит, что вас пытаются где-то обмануть с этими самыми характеристиками, как-то их там изменили системно и теперь пытаются вам впарить. Дешевый ноутбук по более дорогой цене. Далее откройте программу Pixel Check, нажмите на кнопку automatic и просто нажимая на клавишу переходите между разными режимами и посмотрите, нет ли каких-то битых фикселей и неравномерности в подсветке дисплея. Далее откройте программу, которая называется Heaven Benchmark. Я бы рекомендовал использовать ее со стандартными настройками, но если хотите, можете их сделать немножко тяжелее. После этого запустите программу, а затем в левом верхнем углу нажмите на клавишу Benchmark. Во время этого теста будут использоваться графические ресурсы MacBook, а посмотрите, нет ли каких-то жестких фризов с картинкой, либо артефактов. А также следите за температурой, чтобы она не была слишком аномальной, то есть если она будет больше 90-100 градусов, это очень плохо. Если есть подобный перегрев, это обозначает, что нет никакой термопасты уже под процессором, либо же, что кулеры работают как-то некорректно. Например, вот как будили мои кулеры, когда я проводил данный тест. И открываем последнюю программу, которая называется Drive DX для проверки жесткого диска. Здесь вообще не нужно ничего делать, сразу смотрите на результаты. В статусе Smart там должно отображаться OK, а ниже будет общее здоровье диска, а также насколько израсходован SSD диск. Например, у меня за два года активной эксплуатации он износился всего на 3%. Теперь нужно будет проверить батарею, это очень важно. Перейдите в яблочко, нажмите об этом Mac, отчет о системе и зайдите в пункт электропитания. В строке состояния должно быть слово «Обычное», а также посмотрите на количество циклов перезарядки. У Apple есть специальная страница, где сказано, сколько та либо иная модель выдерживает циклов перезарядки, но в принципе любой ноут от 2010 года должен выдержать 1000 циклов. Соответственно, если вы видите, что циклов перезарядки, например, 300, 500 и более, это значит, что батарея как минимум износилась на 30, 50 и более процентов, это очень важно для времени автономной работы MacBook. По сути, мы провели все самые важные тесты, а дальше осталась формальность. Проверьте, конечно же, серийный номер ноутбука. Для этого перейдите на сайт, который я оставлю в описании под видео и посмотрите, чтобы серийный номер в об этом Mac был таким же, как и гравировка на задней стороне устройства и также серийный номер отображается на коробке. На сайте должна правильно отображаться модель, а также если ноут якобы еще на гарантии, то там это также должно отображаться. В России, если что, RST-шные MacBook находятся на гарантии два года абсолютно бесплатно, один год от Apple и еще один дополнительный год по закону о защите прав потребителей. И самое последнее, удостоверьтесь, что предыдущий владелец вышел из iCloud. Для этого перейдите в яблочко, настройки, Apple ID, обзор и там, если еще есть аккаунт, нажмите на кнопку выйти. А также перейдите в настройки, учетные записи интернета и если там остались какие-то аккаунты, то выберите этот аккаунт и нажмите на минус. Если что, то все, что я перечислил в этом видео будет в отдельном Google документе, поэтому вы можете его использовать как шпаргалку, чтобы не смотреть видео и проверять MacBook. При проверке это будет неудобно, а так с отдельным документом все будет достаточно комфортно. И еще пару рекомендаций, если вы не слишком часто покупаете дорогостоящую технику с рук. Так вот, по поводу места встречи. Во-первых, выберите место, где будет достаточно много посторонних людей. Это, например, фудкорт какого-нибудь ТЦ, либо зайдите в какую-нибудь популярную кафешку. И желательно, чтобы в этом месте можно было подключиться к Wi-Fi. И в-третьих, возьмите с собой друга, который хоть немножко шарит в технологиях, либо у него уже есть MacBook, особенно если вы девочка. Во-первых, вдвоем вас будет сложнее обмануть, а во-вторых, друг сможет подстраховать вас от нежелательных решений. Например, вы нашли какую-то уязвимость, которую продавец не заявлял. Ну, думаете, да, пофигу с ней, все равно покупаю себе как бы новенький MacBook, а потом вы будете об этом сожалеть, потому что деньги-то уже отдали, а товар не вернуть. А друг, может быть, сможет от этого отговорить. А также по поводу оплаты. Заранее договоритесь с продавцом, как бы вы хотели оплатить MacBook. По карте, либо по наличке. Если по карте, то все окей. Вот если продавец говорит, что он хочет наличку, не снимайте ее заранее. Для начала определитесь, что да, я хочу купить этот MacBook, а только потом вместе с продавцом идите к банкомату и только там уже снимайте деньги, иначе потом вас могут спокойно видеть, что вы подсунули фальшивку, а так вы исключите данный момент. И в принципе, если вы обнаружили небольшие косяки, о которых продавец заранее не говорил, то попробуйте немножко поторговаться, надавить на эти косяки и сбить цену хотя бы на 5-10%. Продавец, скорее всего, вам уступит, потому что находится всего в одном шаге, чтобы уже продать вам MacBook, а геморроиться с поиском нового покупателя ему явно не будет хотеться. Как-то так, друзья, если вы будете внимательно следовать всем тем шагам, которые я описал в этом видео, от начала и до конца, то вы сможете без проблем купить себе хороший, бу, MacBook по справедливой цене. И еще один момент, если после покупки вы решили сбросить MacBook до заводских настроек, либо вы продавец и хотите перед покупкой сбросить его до заводских настроек, то вы, скорее всего, нашли официальные инструкции от Apple. Так вот, в процессе прохождения этой инструкции вы, скорее всего, наткнетесь на ошибку из-за новой файловой системы Apple, и из-за нее вы не сможете восстановить Mac к заводским настройкам. Я в свое время наткнулся на эту ошибку, когда решил восстановить MacBook к заводским настройкам после некоторого времени использования, чтобы очистить его, грубо говоря. И если что, есть выход, как решить эту проблему, я оставлю ссылку на видео в описании, там парень объясняет, что вам нужно будет сделать для того, чтобы эту ошибку избежать, либо, когда она у вас уже случилась, что нужно будет сделать, чтобы, в общем, ее пройти. Ну и напоследок, как говорится, лучший MacBook — это новый MacBook. Если вы сейчас посмотрели это видео, то подумали бы, да ну его нафиг связываться с этими бушными MacBook'ами, все это проверять, куплю себе лучше новый. Переходите на Яндекс.Маркет, ссылки будут на все модели в описании и ищите магазины, где будут лучшие цены на MacBook'е в вашем городе. Ну а если вы все-таки решились на покупку БУ Мака, то желаю вам удачи, надеюсь, что мое видео вам с этим поможет. И, конечно же, увидимся в следующих видео, всем удачи, всем пока.